доброго дня дорогие зрители с вами канал мир мм и игр и сегодня мы отправимся на край земли а точнее на заставы которые находятся на севере карты в игре new world в общем я думаю что тут во первых нужно пройти один из квестов тем более я сюда еще не забегал на территорию не открывали и после этого возможно пройдем квест там говорят хорошее оружие можно получить за этот квест также видите здесь есть порталы довольно высокого уровня поэтому если вдруг там будут ребята которые закрывают портал я присоединюсь к ним пытаюсь тоже закрыть портальщики с ними но для этого нужно купить наверное баночки с караб шином потому что без баночек которые ощущают от порчи далеко на порталах не уехать так тинк тюр давайте возьмем corruption большие банки дорогие их брать не буду они очень дорогие я возьму стронговые баночки конечно по 2 копейки давайте купим 28 штук хотя давайте чем блин а жаться просто проверим их работу я даже механику этих баночек толком не знаю из-за того порчи а вот большие возможно будут получше так давайте сюда засунем пока что отправляемся телепортируемся в зону сразу куда мы уже добежали эта зона вот здесь стрел и потопаем вверх на задание как раз откроем новую территорию посмотрим что вообще там происходит в той высокоуровневой зоне оттуда так понимаю вся порча двигается на землю не ворда и так окей мы сюда прибыли на эксенс самое интересное что мы вчера ходили сюда отформили мобов и в общем то короче пытались выбить более менее хорошие вещи вот там щит допустим вот такой вот достали ну такое не суперские но не такой уж и плохой вот такой топорик достал то есть типа тоже неплохой но увидите как бы по гирскору они не очень хорошие сапоги высокого гирскора я купила не стоили копейки я поэтому их выкупил а все остальное по сути у меня уже примерно и было окей поехали это по идее сидим у нас атака на порчу мне кажется а нефигате они вырубили просто режим атаки корабль очень странно ладно спасибо не ты не подсказывает что последнее задание повышение фракции в банк скейл рич в банк скейл рич а вот здесь да по теории ну по идее в городе а я потом сбегаю на и банк скейл рич повышен репутацию давайте посмотрим вообще что в этом регионе происходит не очень интересно вообще ребята ходят закрывают порталы не закрывают хотя над порталу низкоуровневый его смысла закрывать нету совершенно давайте разведаем эти вчера еще такую интересную одну механику узнал я до этого даже не знал ее я думал что работает иначе механика на карте то есть когда вы бегаете по карте вы знаете появляются вот такие вот знаки вопроса да а я раньше думал что эти знаки вопроса они на карте существуют самого начала то есть вам не нужно вообще как выбирать разведывать карту чтобы узнать что там есть знак вопроса я думал что их заранее там кинули знаки вопроса они там существуют вы просто добегаете до знака вопроса узнаете что за территория а на самом деле механика в игре работает немножко иначе то есть вы сначала как бы вот этих на карте нет ни одного знака вопроса вы к забегаете на карте подбегаете какому-то объекту ну скажем ключевому у вас появляется за начала знак вопроса а потом когда подходите уже ближе появляется информация что именно это за территория то есть выходит так что в игре продумали механику скажем открытия секретную не секретно скажем просто локации мест именно двойным открытием сначала знака просто потом открытие а вначале у вас будет просто пусто а я думал что знаки опроса существуют заранее и вот вчера когда выходили в инсту там с они там с ванны чем мы об этом ну в итоге и узнали что я думал что типа вот мы убежали по территории я думаю а где вообще телепорт около инсты тут инсты 45 левел я думаю где тпшка и нет нет этой точки не было я думаю ну не может такого быть что разработчики сделали инсту а рядом с ней нету телепорта и потом в итоге я понял что знаки опроса работают иначе димон знаешь оказывается на сериях может опасить бонус плюс 5 единиц гирскору крафтовых вещей определенной профессии да я знаю я видел уже такие и там и да не только скажем на серии даже на предметах есть типа предметы инженера предметом кого-то броника эти предметы они добавляют плюс 2 гирскору ремесла то есть грубо говоря если соберешь себя полностью сет какого-то кузнеца там или сет инженера ты можешь где-то там очков 10-15 а может и 20 поднять просто ляха элитные мобы просто поднятия чисто такими вот штучками налога че потягиваться она придется пробегать через моглах это неприятно ну а атаку не крестовое душу ну я должен убивать 50 или так они больно бьют конечно я вроде себя отмыл выносливость на убит они все равно больно поем еще еды чтобы хилиться сильнее с одним бьюсь как с боссом каким-то опять и еды поедем конечно два задания это первое уничтожить каких-то а сундуки и мог бы понятно болен я пробегать мне на самом деле очень сильно нужна руда этого уровня это не руда это камни а мне именно руда нужно ой блин это собака третьего уровня не хочу с ней драться это порченые зоны опасные зоны с порчей эти ребята пробегают 50 ой бляха там собака на подачу с меня сарится я ее могу убить но это будет такая битва знаете с возможностью отъехать не хочу отъезжать хорошо ты вот виду самый дефицит сирот скакил или мак так я очередь и я хил я хил и еще и разбойник разбойник ахилл на самом деле я в будущем поменяю можете пока что просто чтобы менять класс вам нужно какое-то оружие сначала качнуть по этому классу ахилл чтобы качать надо фокус качнуть пусть и поэтому я пока что прокачиваю навыки все равно у нее в любом случае в этой игре не тяжело сменить профу на собаку не нравится пусть эти слабые как бы ребята у них критит две золотые полоски а у собак 3 это будет проблема как бы их убью но это будет возник тонны были прямо собак у меня кинуть мне сундуки бы залутать она в палатке помешу пока никто ничего не видит дарят напоминаю что сервак открыли кто хочет может залетать на сервер хотя я забыл пользоваться самой важной механикой в игре это у меня же есть им power который в сути когда я бью силовой атакой я пробиваю им power и у меня урон увеличивается на 30 процентов если опасть конечно на сегодня все будет всего лишь две войны потому что вчера сервак лежал примерно часов девять и из-за этого как бы ребята не успели объявить объявить войны на территориях поэтому у нас небольшие проблемы с войнами всего будет два вторжения коробшина и все не густо а тут что у нас лучше сейчас чего-то ждет мой бляха за чего пацан ждешь смертушки там сундук есть но мы его не залатаем чтобы залатать надо чтобы залатать надо как минимум киллеры еще хотя бы два-три человека это 50 и на самом деле с них ничего хорошо наверное не выпадет они 60 вот такая дичь происходит на этих аутпостах скажем в тех зонах откуда порча берется джанин даркс говорил не трое этого музыка я вчера о нем тебе говорил ну по сути он 50 лобла там ты вещи хорошие не достанешь с него или перелишься подвать еще раз я зайду гляну какого он уровня как он какого но было можно 60-го реально я просто не заметил 10 ок там кажись рода из от умер до 100 собака мне нужно ящики зовут от это стран как бы репутация давать этого тоже за осень извини мужик мы тебя убьем ради репутационных выступ видите я по сути по хилу вообще не просаживаюсь я съел еду у меня серьга которая регенит хелсы и по сути могу спокойно бодаться с противниками элитными 50 хотя по факту эта зона рассчитана на 5 игроков 50 лобла значит прям дальше мы ряд просто крест проходим и посмотрим что будет дальше на краю карты находиться эти вещи по теории 12 моба и я смогу наконец-то меч докачать до двадцатого уровня потом буду ксеть топор дать им оба и мушкетер очень хорошо длиться они быстро убиваются без проблем то меч прокачан пацаны первое оружие которое качнуло 20 так чтобы качнуть последним это хороший вопрос снимать дебаф кидать замедление на две секунды носить на 15 процентов больше урона бить замедленных противников замедленных противников более сильно способность смысла нет учить у меня и так способности на максимуме могу снижать урон точнее ну входящий по блоку у меня щелба шелдраж не прокачан это бессмысленно брать наверное больше агрессии мне кажется этот перк будет лучше всего каждый третий удар будет более сильно бить к блокируете атаки получаешь он power на 5 секунд часа 5 секунд мало я лучше каждый 3 атака будет сильнее на 15 процентов тоже как бы неплохая штука но ну я полагаю 5 секунд это мало стаки набирать а барбарка что ты говоришь сейчас танка четвертого тира ты совершенно не прав и тебе уже и это вове говорил станки пятого тира давным-давно есть как бы для обработки ювелирки и можешь их поискать и найти я даже я вове даже говорил в ком городе он находится ты писал вове что якобы нету станка а я тебе говорил что станок вове наскал что станок есть он должен был тебе передать что в каком городе находится станок и ты не ориентируйся по надписям на городах надписи на городах показывают дичь на самом деле станки короче есть обработки камня 5 левел есть городах окно кстати мне этот смысл . бит с этим оружием в эти перейдем второе оружие главное только не отъехать перейдем на лопату опа это сильный мог лучше не трогать и шатает мне сундуки еще нужно по открывать любом случае мне дочь пару сундуков открыть посмотрите ребята бегают здесь тоже 60 и пробегают мне нужно пару сундучков до этого конечно вы в идеале что парни зачистили территорию я просто сундуки полутала быть как как много здесь ребят а вот сундук один меток минимум еще два сундука а может уже больше на прикольность парни фармят то есть вот сундуки будет проще забирать уже то место гибели терминатора так еще один сундук сейчас залезем наверх а кого там не бьют это по ходу босса бьют что их там так много и не они босса странно не типа оружие качают или просто не все понимают зачем 60 на балан пить 50 элиток так еще нужны сундуки я пока не бьются я сундук утону так и надо еще хотя к минимум один сундук блях это че вы меня бьете я вас вообще не трогал 1 похрен конечно вот систему агрессии они сделали как будто с хан шоу дауна из типа пацаны арят монстров монстры за ними бегут а потом переключаются на ближайшего и степану нелогично блин перец этого надо убивать не мне мне твоя группа не нужно мне сундуки нужны пацаны спасибо за приглашение но я вообще-то сундуки лутаю и все и валю отсюда все я выполнил тест пошли дальше пацаны потом знал его мы двигаемся на края света напоминаю на задание это взять крест на краю света процент пропустил да я видел лет что его поднял а дать и залутаем сундук и убежим от моба оба такой слоупок что даже не успеет меня он даже не сгорелся отлично все выходим это еще тварь стоит с посохом весь меня не запинал я лучше танка билд перейду как защиты побольше оксава кучу не агрить болен отвалить и обойдем этого рода охренеть трашно рот а что за камни поганые твали 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 два сундука кстати это очень хорошо я бы забрал их можно сейчас ты бьем сундуки 61 на хрен от пробегу вообще отвали от меня тварь поганая выходим уходим уходим мы зашли короче на территорию шесть от первых я начинается самая стрёмная тема это киминалом не пацаны свалите и на город это добраться первые жести начнут проверить их посели только дать с оторвусь от преследователей хоть одно радует что их не так много нет конечно по левой дороге ладно пойду по правой что по левой это через город правая более свободно блин сколько вас это милишники не страшно мы убежим опасно это стрелки знаете что есть если толпу эту приведу только того пацанку они могут на него перекинуться они они хитрость делать это же самое сделаю я активировал распавлен форекс и меня сейчас завалит кто-нибудь спокойно могу краснуться здесь дар от на это локи падают вещи 500 плюс тира но это понятно потому что что первые могут сейчас пойду по форме немножко эту локу посмотрим вообще падает на самом деле я вообще типа у меня была идея показать вам эту локу сегодня по что мы на ней ни разу не были да не только вам показать от самому даже посмотреть вот тема 6 2 ловла обычный на самом деле он не сильно так бьет блин платил дамагер билдер накачать эту пушку мяча надо скинг и черги вместо счета крышку от бочки но это было бы не плохо честно посмотреть от на урона то это лопата бьет и намного сильнее чем меч надо города добежать хотя бы чтобы открыть то что я там ни разу не был а что такое вообще растет это споры коробшин я не знаю что враги не используются эти коробшин спора но все же пока не трудно с обычными уме вообще нет проблем по идее слитками будут только пробу там интересно что на самом деле тима бы по лову и опять не знаю чем отличаются то есть но по факту в игре а если брать героев то лову не сильно дает большую разницу единственно что ловил просто лимитирует гирскор то есть допустим понятно что есть 60 ловил то у тебя сессия гирскор вещи 500 это ты пока не возьмешься ты ловил не сможешь одеть данную вещь то есть там типа разница в 100 гирскор а вот если брать там допустим кого-то 59 ловила и 49 то они на самом деле не такие уж разные по характеристикам уровень не сильно влияет на их силу факты там два там 49 наверно много даже 60-го завалить спокойно я надеюсь этих малов обычных трупы это тоже посмотрите какие вещи падают с них просто такая оружие лопата короче ряд и все эти деваются и лопаты я честно скажу эту лопату я купил на аукционе за 25 копеек этом этом это на самом деле как бы топор и показывает что топор но каким-то макаром топор превратился у меня в лопату я не знаю почему как так вот вышел спасибо за переподписку ты уже с нами с нами полгода как подписчик спасибо тебе за поддержку канала так я не в город пошел город на самом деле ему бы стреляют сука смотрите косо то есть они стрелы пока летят ты уже далеко смещаешься итак это последний аванпост конечно было бы офигенно сюда куда-то залезть там куда-то дорога ведет смотрите я пытаюсь попасть блин я бы то разбегал сейчас посмотрел что там происходит конечно если нас убит немножко вещи поломают по факту голду потеряем неплохо 1200 опыта за квесты так посмотрим что в этом городе вообще есть но обработка 3 тира тоннери с катками тоже пустой а квест мне нужен был квест давайте залезем этого мужику на склад еще на стенку это же такое воркшоп 3 тира ну ясно перед что не сильно в прокачанной лагере тут даже владельцу лагеря нет и не вот айки well we don't need to read take the force just weak and the corrupted enough so supplies книги даже не показывают уровень топора ну ладно я с вами открылся интересно к чему он приведет данный квест а потом пойдемте ребята на край карты нужно и на эту пушку я поменяю когда найду более крутую но я наверно все таки оставлю лопату не буду ломать то что мне лопата понравилась она довольно уникальная если все ребята такие откуда у тебя лопата откуда все за лопата надо ее оставить как память че на аукционе купил какую-то дичь ну карта конечно на криповая даже музыка такая стрёмная хотя все немного рывками идет а заметьте а ведь эти осколки те осколки тени и тени общения ки не дают прям какая-то роковая гора копеечки с аукциона немножко капают капают ну конечно понемногу так что нужно все сделать в этом лагере это удар пока по карабшину сделать пока не ясно нифига себе на рицу как далеко еще эта вертушка вообще не нравится это будет и разбросишь с навыки своего пара точнее лопаты с агретого верхнего повезло так конечно дорого стоит забрать посмотрим что мы можем сразу перри прокачать если мы сбросим по что вертушка мне не понравилось она она хреновая по факту как я отыдущий скота в бок из бру перри качаем лопату свою а на чем прикол вертушки почему она бесполезно я бы ее оставил если бы у нее было бы такой такой эффект как нельзя типа ну скажем станка ты крутишь если ты не можешь получить места мне оглушение ничего у что часто в пвп начинаешь давать вертушку в пачку врагов на тебе сбивают сразу эту вертушку там через секунду ну то есть там накидывают массовики где получаешь оглушение поэтому мы немножко по-другому качнемся только правда не знаешь куда пойдем это что у нас это мы крутимся по идее такой себе перк на самом деле но у нас выбора нет но это мы получаем стамину это подтягивает врагов на самом деле еще буду вас получить и полюбас убрется по этой ветке и типа что этот перк он крутой возьмем наверное в начале сраный сраная механика этого она вот так запинаю вот нас поддержал виш написал дима привет тебе тоже привет лишь вован как понимаю сегодня в эфире нет передаем и против пусть по стриме что-нибудь типа dark и соус хоть разок говорят уже тошнит этого не ворда а ребят на самом деле ванны чаще сейчас нет он там поехал просто у вас по стриму было два выбора либо не ворд либо никакого стрима я думаю что для вас лучше не ворд чем никакого стрима потому что если бы я щас не стрелял бы не ворд я работал бы над игрой а дальше а ваваныч как бы он так и он не дома щас поэтому как бы тошнит не тошнит но есть два варианта либо не ворд либо ничего окей ну можно конечно это сделать легкие атаки чтобы били сильнее это неплохая тема наверно хорошая тема отрывок я тоже качну наверно этот рывок качнем это очень сильный бонус очень хороший бонус то есть когда бочит мою атаку я получаю на 15 процентов урона больше баф на 200 секунд на самом деле в игре не знаю кто делал перки очень уж они дисбалансные добивать хороший перк я даже не надо походу это редко знаете она топовая и лучше брать так сделаем мне кажется эта ветка гораздо жестче она именно вот стопорами хорошо хиллеров вырезать я посмотрел по параметрам хиллеров резать просто кайф у тебя там пару тычек даешь хиллер теряет половины холсов а ты потом получаешь просто бешеный урон у нас в плане людей у нас 31 человек в плане на самом деле сейчас еще вышла игра новая back for blood но мы думали показать саваной чем еще вчера но потом посмотрели как бы на ценник и чё-то честно говоря перехотелось пацаны дайте пройти дайте пройти я 3 моба я не потяну очень больной урон нифига себе не дамажит защита а до 4 моб да что вы гоните что-то они загнали на самом деле с дистанция на мобов защита ладно я их верно убью а может и нет блин а есть один ладно я перебил этих повезло а вот часто проверим какой посох выпал 5 тира как раз выбили первый посох а лучник ты ты умрешь к сожалению братан ты сам уже ничего не сделаешь здесь а кому смотрим а что в итоге да нет пацаны 500 и тир выпал то есть этим об этом 60 кого-то левела а по факту это никак не повлияло на тир предмета он не очень-то сильный вырос вообще-то никак и что то что мы были 60 или 60 третьих по уровню пока тир падает такой же самом деле в игре тяжело тир добывать 10 не сарится снизу боленцарец окажись да бляхо разрабы вычили сделали механику сдерживания на краю кат и атаки размашистые делаешь а там еще и мог ой бляха к собаку от пинают там еще и мах какой-то а ему вы появились прикольно ой блин он идет сюда так пацаны на хрен вас шесть человеком или 5 пацанчики помогите их слишком много короче не могу я топор качать на это локацию если бы было бы не так много врагов то можно было откачнуть слишком много тут тут без счета не не просто раскачаться а это а понятно он еще и страны кастка стоит магически мне кажется что урон это большой по 3000 урона с одного удара моба это это дико ладно я побежал чани подбавали под поселительность так отдохну в лагере черт нужна группа в любом случае чтобы даже квест пройти слишком много горится то есть чем выше уровень мало в тем дальше зоны их агро я выходит бью одного моба и собираю всю пачку лагеря дать его спать по одному вот он на проходе вроде бы нужный мне мог это не нужны и проблема в том что я пока их убиваю они новые смотрите какая там пачка они рассуются новые я убил 1 появилась пачка новых так есть эти музыка офигенная начало играть усмористский дистанция вы чё ой пляха нет нет а я нажался здесь 1 процент отталкивать его возвит о пацаны спасибо пацан зашел это хорошо сколько вас такая вещь заберу это не весь забрать я ухожу хотя знаете с большими бутылками на зеле там всякими крутыми может нормально а урон все решает пацан с урона просто залетел покидал им урона и убежал так давайте тычку еще увидят пацаном неплохо раскидали так тоже надо этого парня побить куда ты бежишь есть я думаю просто пройдем все таки там о меч сейчас посмотрим надеюсь это хороший будет меч на меня фиолетовый уже неплохо что даже меня не хочет поднимать открывать ничего вырисеть лучник далеко согрелся этот так есть выбор сундучок был бы есть блин там офигенный сундук ну там пачка мобов такая солидная как бы его украсть и от мобов не упасть еще если нападу сразу трех мобов согрел все нормально смотрите и кто пока нет научники слабые на самом деле лопатку отдывать или не толкает на своих блин а дружков жарятся на меня там смотрите поднимаются так есть там отлично из забора пришли какие-то ребята непонятные а парни парень который рядом стоит типа мобов он даже не агрится на те откат на от щит еще раз прикольно что эта фигня откатывает щит а она очень помогает садка там этим я хилюсь просто какой и в защите хороший есть сундучок мы достали из прежде чем замечали от этого мобиков добью смотрите все снизу посадились на меня это бред а я походу сейчас будет выплык ой нет со мной хочу делаете пуля х забор справедливости вы не перед не сможете перейти ахо вот такая же тупые как пробки ой ой я лучше поем оприходовать что я не качаю новое оружие это минус а просто с новым оружием не могу танковать весь этот бредовый урон который они вливают чип себя помогает увеличение параметров защиты так что сейчас зыкнем что вообще достали чё за меч 500 и герда вы чё прикалываетесь не ну с одной стороны он прикольный тем что он реально хорош тем что по параметрам 12 сил выдает лучшим мой это реально 6 короче система дропа в игре очень странно и не совсем пока понимаю как она работает а в том плане что вроде бы бьешь но в 63 ловла там падают 500 и гир там бьешь или так 60 падает 500 и там 505 гир непонятно как что нужно делать чтобы подал гир там 550 и выше хотя вот на самом деле вчера мы же не дарку с другими ребятами стояли фармили 1 скажем как такового босса и за час фарма джонни даркусу выпало оружие 550 гира то есть она папа ты кто такой на топор перехожу к 31 эти топором считаю или нет так что не я проверю вообще попадала что мы вывели уже 6 вещей так перчатка 500 на разбор мушкет 500 на разбор палка 500 на разбор штанишки 501 я в нищие я не прошел кстати а мне нужно перейти мне чтоб продолжить так нужно перейти в общем на другую на другую базу ладно пошли на другую базу да и нет цену на кожу взлетит то что ванныч а ванныч не фармит или сейчас цена на кожу упадет на серваке точнее наоборот поднимется а то вам уже почти два дня кожу не фармил уже цена поднялась на кожу на 0 по 1 10 грубо говоря в одну пятую раз или 1 4 от старый это обойти тега хотя бы какая разница у них такая дистанция хорошо их придется убивать любом случае красит и прыгаешь и блин я в этом в билде вообще не могу держать удары интересно как парни которые качались вообще в урон должны выдержать эти удары это тоже бред они как не выдержат эти могут бьют по то 1000 урона прописывают под защита я не так это сильно получать 30 урона снижения так есть берна лучника этого приходовать я лучше а там еще один лучник если нападу саре другого ну ладно у меня банки есть мелкие которые или короче это место не подходит до прокачки оружия это точно посмотрите зашел при стали крестовыми да ладно вы чё прикалывают то есть я стоял в трех метрах от ира паса и эти могут были они от все 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 я понял был неправ она пытается на дистанции разбить этого года мученики косые все равно как пробки откуда вы прибежали алё а им я как раз не прохожу если далеко нахожусь аппаратуса черт о чем о чем оба не крестовые блин я еще учеников они остались крестовыми вообще не понимаю кровать система этих крестовых ногах ладно больно и от богата убить бокового 1 блин я хорошие перки подобрал для папатова я точно на танковку и отхиливаюсь очень неплохо через you окна могут не крестовые это блин галяк на того убить кистового пока он горит как кистовой на леночке засчитывается ли так что звук по за счету не слышу то есть задание тяжелая найти 5 сундуков на этой зоне убить анкета 2 бомбы взорвать анти коробшина и плюс ко всему еще 15 новых убить пока это что за элитка мне пока элитки не нужны я выполняю задание пока ползал там тоже мобы откатились безумная дистанция просто безумная она того не согреть мага заметьте что в игре очень сильно урон проходит то есть защита вообще никак не спасают по факту но сама маха тут проблема и не есть такой пачка я точно не справлюсь в счет скажи себе труп а и появились новые могут сразу мне нужен тут один человек чтобы это пройти вот они один игрок и пачка за ним сядем отдохнем и подумаем что же лучше делать эти вот станок 5 тира тут можно крафтить по идее только витязь на самом деле лагере пятого тира позволяют по всей видимости красить только еду 5 тирома максимум и по есть у вас есть ресурсы может там тек это бульончик супер скисварить хороший но у меня по идее максимум только третий тир ресурсы есть так эти лучники смотрите буду вас работают реально я взял попор и побежал всех нам оба прикольно я буду вас хорош конечно верх это первая бомба до черт мужики на помочь короче ему как раз как толпа людей забегает проще гораздо парень бедолага чуть не отъехал по косам теперь нас толпа пинает одного так 13 15 еще в сундуки залутать на сундуки самая проблема будет залутать что-то в фиолетка выпала на 5 500 а небось ок второй сундук надо еще где-то залутать три сундука так уж на стелку то говно вообще в плане скила и парни вы чё издеваетесь так я понял так поиграть поиграем с вами так думайте самые умные привет пацаны этот ваши друзья дайте зайти такой тут ваши братаны так они в кадица я латаю сундуки а блин один все-таки гадко мне он нашел я могу лутать и стрелять у меня зараза дайте это залутать тварь и да выделяйте пацаны но вы сами вы не помогли мне снова меня побежали куда-то ничего лично просто лутецкий из 5 сундуков собрал я парни с вами блин а хитрожопы взяли побежали себе я бью трех молод 4 они думают шепка лошара стянул лагерь молв на себя то они будут все проходить ну ладно я могу также играть как они так остались бомбы до боли нифигасич покажись он одного друга потерялся его друг кажись умер они вот он а так и будет ему надо помогу все так на бомбу взорвать осталось последнее сундуки а зовут ал вам бы будет не просто взорвать на самом деле хотят первое легко а вторая где потянуться не может да ладно но разрабы серьезно 1 придется что-то придумывать велосипед нет все просто мы прошли квеста в середине эти топор возьмем хотя бы кочнуться то я как дурак качаю на фига то ничего он уже так в максе все и я пошел получаем топор не знаю кого лавала самое смешное что награда была зеленая даже не указано какой уровень дается за нее возможно дадут что-то хорошенькие там 500 с плюсом ты не дурит короче вчера до патча q хорошо работала теперь только притягивает а раньше еще дамажила ты вот про свою пью наверно говоришь что у меня на кью разгон работает просто безумный ага на самом деле кажется что разрабы с агром переборщили немножко зачем прикольный стилки что можно быстро преодолевать дистанцию и ускорение это птица руд а по идее с грифон и гендальфа нарисуется за горизонта в яхте телепорт такими метками телепорта вроде помещаются не дадут нам новый квест пойдем тогда на край зоны смотреть что там происходит америка не всего будет портал и опасные боссы и прочее хорошо собирать растения 5 тира много их и все их игнорит что мне кажется в том игре какая-то жесть должна происходить там какие-то огромные статуи с палками на будущего это город сходить точнее в аутпост и там не были самое все интересное что смотрите здесь по два аутпоста на каждой территории то есть везде по один город и одна крепость а тут по два аутпоста на этих территориях окон сверху да нормальный топор хотя бы там 550 дает опять же не указано какого тира 510 ничего не понял а это хочет это это метательный топор это вот такой вот топор а сапожки все 50 а как-то нужно сделать чтобы получить о еще новых весна дали где-то вау тут три квеста ничего себе короче после первого квеста дали целую пачку квестов а ты что даешь меч а это хорошо кстати квестовые вещи так я думаю здесь с соло их будет проходить очень тяжело вот как раз квест недалеко за карту выходить я не обещал за карту тебя помещал посмотреть что будет на краю зоны фиг знает за карта может не пустить да и не обещал я даже потопали на этот квест по пути как раз пытаемся пройти дальше если конечно я смогу это сделать вот про что ли сегодня войны будут ну смотрите ребята одна война должна быть против коробшина ну войны именно с против кланов не будет а только битвы за зонами два часа до одной битвы и там только три четыре часа до другой битвы но это защита от порчи и вероятнее всего мы их сольем как мы это обычно делаем умело тридцать девятый они 59 реально подумал что 39 ловил бежит думаю ни хрена себе чем здесь забыл такой бред не кинули приглашение в партию я хочу отменить они не могу отменить творчество изобрет пишут вы должны короче находиться я не могу отменить даже приглашение это бред бежит просто бежим я наверно здесь я сделаю расп побежали так я в танк и билде бегу чтобы меньше урона получать нас врать какие-то вещи с аллигаторов опять такой же лагерь у них что их замки все одинаковые заметьте мы уже были в таком лагере и кого нет только 1 полутаемся а почему бы нет либо всех убили зачистили он не даст мне залутать ни хрена себе урон блин зачистился а там хотя бы сумбок залутаем вот эти труба написал дима ты был прав брать где есть станок для обработки самоцвета я же говорил это еще как ты писал первый раз это даже вы были тебе писал не помню чатика любови говорил чтоб он тебе передал потому что я видел обработки для камней есть в городах то есть там все станки есть тут часа на на амин на нашем серваке пока порча не вошла у нас есть танки для всех ремесел то есть мы можем качнуть любое ремесло тут нет сейчас проблем со станками просто проблема в том что каждую станки до раскиданы в своих на своих зонах выходит так что там хочешь качать кулинарку и летишь там какой-то брать далеко то еще там хочешь качнуть узнете поставить бронником либо оружейником надо лететь first light и так далее каждый город там это я выкинул пули так ладно потопали дальше 2 чеснора крестовых пока заданий не вижу зато ресы фармятся неплохо опа люди прикольно че замутили что в игре до самого появляются походу кто-то убивал всех что мобы они не бьются спирите к спиной стоят если со спины и ходите они вас не видят это реально офигенно замутили разрабы такую механику афиги да ну или сна что с халтура видно какая именно халтура я думаю вы сами заметили что а три форта визуально одинаковые по степам мы находились а в трес сегодня в трех разных фортах на этой зоне и в каждом форте если вы заметили они полностью имеют одинаковое строение полностью типа штамповка контр-c контр-в так все уходим отсюда собрали драгоценные вещи можно валить насколько интересно порча бета на секундочку я зайду в порчу посмотреть сколько там урона даже не босс или это босс по 10 а так здесь это как 10 то эта фигня на самом деле из 10 порчи это как те олени агрессивную не крокодилу нужно кстати мне крокодила свои нужны уже думал за мной уже что это вообще такое азот спринг аз в азотная вода зачем он вообще а я продал броню ведь а река и броня это моя крафчаная бронька продал почти за 300 монет ой бляха олени это неприятно ухрена си олень дикий а зайти вот животные бьют хоть они и сам со звездами облотками и прочими они бьют слабее чем мужики на форпостах и такая кожа падает с этого оленя я представляю есть обещанный в танк и был добрался так это было бы больно танк и был все подхиливают окажаны переходим на топор он урона больше пропишет отечественное можно облачить удары топором очень в порче пока что за порча я не понял кого хрена я так теряю много голосов у тебя банки от порчи смыть их спасают жесть посмотрите колеса на порчу бьет есть на самом деле на самом деле мне кажется ребят что порча вот а банки которые на 3 пьем они полностью еще этот порчу можно даже не париться порча почти не дамажит а дамажит по одному покушаем вода крит 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 по нему не выходит а секунду мне нужно было всего одного крокодила я бью эту бедолагу отмечу пошли дальше на выход я пойду по воде потому что это безопаснее на воде могут почти ники не распится крокодилы по берегу ходят хотя болен обычно собрал эту азотную воду блин я утонуясь так пойду портал и по всей видимости никто не закрывает здесь вот так я вообще дошел ребят до конца карты я с тобой дальше территории или в dlc типа следующих обновок или как это работает удар от насилки азотная вода нужна пятого тира ну на самом деле я вообще даже не знаю зачем эти филки пятого тира нужны вот для чего конкретно учитывая что на поле боя вам и так хилки выдают за жетоны на воинах а да видите стена такая невидимая по идее мы не пройдем дать проверим что будет урон наносительно либо сразу убивать узнаем окажется на кстати как на пвп когда вы ждете начала битвы ну разрабы олени серьезно за самая линейчая механика из всех которые я видел я зашел за купол получил урон сразу начал возвращаться меня не пустила в купол и дала 6 тысяч урона и вещи конечно же я поломался кучу денег потратил ну ладно за дешево чиниться реально механика как это олени писали вот честно это очень странно то есть типа не даже не дали возможность вернуться ладно я понимаю там убили бы за пять секунд нет они убили мать его за две секунды вы понимаете за стою как делать что заходишь на золотом дают 10 секунд вернуться в играх там 10 секунд там 5 секунд меня бахнула за 2 секунды прикиньте проходишь и даже и даже непонятно лучше лучше бы сделали чтобы это был барьер непроходим это серьезно чем такую механику что эта механика если бы меня просто убила бы и ничего не потеряла бы не поломала я бы сказал типа окей это норм но на мотивом не вещи поломала так ладно пойдем сейчас другую сторону посмотрим что там за статуи на этой зоне мне по идее одного навыка или двух не хватает чтобы собирать сейчас очнем и будет хорошо а ведь одного уровня не хватает хорошим боже мой тут даже духи золотистые в этом разломе все золотистая живет еще не золотистая серебряная мобу с одной полоской ну странно такой портал там а то не портал то непонятное освещение нет порталы по идее пятого тира почему не закрывают по что наверное азотные посохи мало кого 5 тир имеют она даже цепочку заданий проходить на карты тир так ладно мне все равно нужно в случае посмотреть что это за место такое странное тут игра статуи стояли я хочу зыркнуть что вообще здесь происходит и топор качнем до конца доведу его все серьезно прорисовка текстур точнее этих странно прорисовывается забегаешь и прорисовка происходит здесь огни опадут уже она понятно здесь еще на серия в лагерь зарегаюсь смотрю пацаны уже подготовились ну прикольно все четвертым он очень больно бьет кстати охренеть давайте проверим его удар покажи мне свою силу ни хрена себе ладно я понял понял все все был неправ бляха убьет же нахрен это смог не лагает ой бляха стан нет ничего не ради твали а понятно это пробраться чтобы эта тварь меня не забила и бычки формят и питаются что людей довольно мало на 60-х территориях по всей видимости никто не хочет в этом году побывать а там что такое как его убить бы я могу топоры за ахтасику нам будут хиливаться если так буду делать мне кажется залезку наверх сюда пернатка подтянуться а кто тебе отхилюсь чтобы не сдохнуть я пытаюсь потянуть сейчас вот здесь ой понятно там не цепляется очень быстро ходит пляха еще опрокидывает зараза а это что-то очень заткат и пляха это защитный спасает черноходи ты нормальный человек труп по всей видимости ни хрена себе что за каратисты я походу отъехал пацаны черт беги беги все труб не отагон чем искать на территорию советую ходить только толпой потому что на самом деле ничего не сделаете в одиночку тут надо иметь либо просто бешеный гирскор на вещах опять я щипал на ладно либо бешеный гирскор иметь на вещах либо каким-то обузом их убивать либо толпа людей по сути так весты неплохие здесь дают какие-то и ракина вещи 50 фиолетки на по всей видимости они будут примерно правильнее 500 гирскора задание довольно напряжный даже не знаю территория такая себе она возвращаемся в арфал ребят так посмотрим что вообще там мы насобирали что вообще можно продать ну сразу говорю на эту зону вы ходите только с кем-то потому что сами будете здесь тратить время потеряете смысла нет таких походов из-за того что как вы сами видели дроп не очень хороший может с боссов что-то хорошее падает с этих больших мобов но вы их не завалите в одиночку там надо к меню целая группа из лекаря как меню что в итоге у нас по предметам допустим банки сколько стоят банки синю эта штука сколько стоит серьезно 50 копеек это жесть конечно а сколько эта баночка стоит его еще меньше 24 копейки и жесть а факт дорогой походу флаг сейчас будет стоить 2 3 копейки а нет копейку все ну знаете с такой механикой сейчас самая дорогая это руда для крафта джесси капуста дорогая ладно что касается вещей это не то а по сути вообще никакие вещи не принес с собой я все поломал печально короче на крыло света ребята убивающая зона как было на бете так и осталась эта механика была на бете которая зона убивала что касается последней локации чисто групповая локация я банки с водой к стене проверил которые набираются около озер ну на самом деле по две копейки скупают их но маловато то что вы их добываете тоже этом за один забор по три штуки собирается это не густо секундочку я не мог щит продать даже банально вот этот хотя разберу мусор огненный посох ломаем зеленый опор опор я наверно оставлю что я не знаю у меня здесь один топор ведь это второй топор по факту здесь больше силы на этом топоре и он выше гир скоро то есть тут прикольного бонусу топора что я получаю ускорение хосту то есть но не знаю я оставлю эти два топора пока что тут бонусы хорошие на фиолетовом что касается меча вообще не вижу смысл с него он меньше урона наносит поэтому ломаем его а щит пока оставлюсь то что он скорость увеличивает а это ж такое шлем оленя ломаем шлем оленя это все привязывается самого начала я просто ломаю эти сапоги оставляем для фарма босса потому что шанс на удачу есть шанс на удачу то есть более высокий дроп эти вещи оставляем мы их будем переодевать сет когда нужно будет удача нам ну по факту ребят поход закончен в опасную локу зарегаться чего-то слетаем а я знаю что сделаем дать пройдем квеста на последний уровень фракционки мы ваш так и не прошли пройдем этот квест и как раз зарегаемся на сражение в этом городе на все хайп игры пропал и онлайн падает ну давайте проверим сколько людей осталось я не думаю что дело в хайпе дело в том что уже большинство качнулось до 60 и по факту сколько в игре людей там единичка есть нет походу 400 человек то есть я бы не сказал что так сильно онлайн упал у нее был пиковый онлайн 700 тысяч а сейчас 400 тысяч и тем более сейчас не забывайте сейчас не проникаем это вечером было под 700 под 800 так что люди играют но просто большинство людей докачались до капа и по сути вот на капе видите тяжело очень гирскор поднимать из-за того что я совершенно механику гирскора не понимаю то есть там вот вчера жонни даркус говорил что там механика якобы что чем больше что выбиваешь предметов тем выше якобы падает если допустим выбил вещь там 505 гирскора то у тебя якобы разблокируется шанс что вещи будут падать уже до 505 гирскора грубо говоря она потихоньку поднимается уровень гирскора но вчера на практике а так не работает потому что жонни даркус достал вчера вещь пятьсот пятьдесятого левела то есть типа с босса просто сбухты барахты короче непонятно как падают вещи вообще с этим гирскором мы думали что как дэст они работают чем выше у тебя общий гирскор тем более крутые вещи но так тоже не работает потому что с нами стоял там парень у него был гирскор пятьсот тридцатый общие а вещи падали тоже пятьсотые и то есть я так давайте пройдем квест тут у нас квест какой надо 3 of the commander это правильное правильное задание на повышение последнего уровня репутации реально этот город очень красиво сделан но он для меня не лучший потом записка есть он хорош тем что тут можно видите рыбу ловить спокойно все заниматься рыбалкой он хорош тем что как бы довольно красивый но вот в плане планировки и подъемов это ужас и плюс ко всему там мы так и не нашли здание в этом городе которая бы имела а секунду я не занялся черт я забыл зарядиться на войну я насчет то что того что вы пишете в комментариях якобы разбросаны ну типа тяжело собирать всякие мод и я не согласен потому что мод и падают большом количестве и на самом деле сама аркан и по ветка прокачки она не тяжелая по той причине что вы можете варить зелье и прокачивать саму аркану то есть аркана качается не тяжело за другое дело что аркана наверное одна из самых бесполезных веток только на посохе то есть для магов только крафт так где там это доска горючи не нравится мне город именно то что у него планировка многоуровневая тяжело найти там где всякие доски я эти такие молды и прочие фигни на аркану продаю на самом деле пачками на аукционе так мне доска нужна не мог инписи вот доска возможно я думаю на войну попаду потому что что-то пока что вообще мало кто реагируется я попал список то есть по количеству людей то нас хватает не они ты путаешь нет я не про креста я бежал поднимался на ради войны участие принять у нас через четыре часа здесь будет драка пусть и не был заряд эти вот на самом деле можно оплат собрать вот отжать видите там если пола по кисту и выполнять брать выйдет а вполне можно будет забрать территорию оптаться именно клана не нужно чтобы ребята собрались и пвп а кресты по выполнять зоне эта зона хорошая для прокачки топора посмотрите на краз вот смотрите как раз это буду вас видите я смотрю на короля и сразу буду вас получаю ускорение бред это на самом деле бред смотришь на животное ускоряешься это такая жесткая тема именно хиллеры не могут убежать от таких вот воинов и где был ласт они даже не пробивают меня в этом не в танкобилду начиная 75 уровня аркану целенаправленно качать тяжеловато уже сейчас нас 12 ажуц но не знаю с тебя аркану шути качать ты покачаю лучше броника броника это качать напряжно чё кабан элитный кабан да ладно аркана чем просто легко качается по какой причине потому что допустим что прокачивать аркану даже не очень сильно вы можете просто собирать траву вот такая вот ну нет не такая трава другая трава собираете траву даже когда вы делаете самые слабые зелья для прокачки они дают там вроде бы 6 или 10 опыта арканы по сути он она делается с одной скажем травинки из одной воды вы когда воду собираете просто на речке ставите воду собираете в этом собираете 13 скажем ведер воды 13 банок вы делаете грубо говоря один забор воды это вам по факту 70 опыта ремесла арканы вы просто можете те растения продаются по 0 1 копейки по типа камыши и плюс другие травы они придутся по 0 1 копейки вы можете 1000 этой травы купить за 10 копеек то есть вы покупаете 1000 травы и 1000 воды собираете сами в городе и получаете чертовых 6000 репутации арка а 6 тысяч опыта по аркане 6000 опыта по аркане пацаны меньше получить 6000 опыта мне нужно 16 рехокоевых слитков и там всем позже и там 3 вроде бы ткани есть разница 16 рехокоевых слитков которые стоят на аукционе по цене в районе 30 копеек за штуку то есть я должен отдать 400 голды а вы можете качнуть столько же опыта за несчастных там 10 копеек то есть мне 600 золота а вас 10 копеек это одинаковое количество опыта поэтому аркана качается гораздо легче без проблем с арканой проблем нету то есть типа просто расходники есть которые допустим зелье которые делаются как раз этими зелье можно качать и плюс самое интересное что зелье это не делаются по одному они делаются сразу пачками и это означает что у вас даже времени занимается сам крафт еще зелье у вас делается там за пару секунд это вам не делать там 40 доспехов которые красятся по времени минуты полторы из 1000 воды достаточно тяжело это буквально минута времени может 2 поэтому я лично считаю что аркана легкая по прокачке то есть эта механика работала как вовке что допустим вы качаете когда какой-то навык ремесло то вам нужно делать только высокоуровневые предметы так тогда было тяжело аркана прокачивать а учитывая что вы можете зелями качать вы можете хоть сами простыми крафтами прокачивать навыки то проблем нету так что нужно сделать это уничтожить твари я так понимаю в этих в этом замке начинаем здесь могу 60 9 халявых копеек окайте не нужны смысле не опал приходить на меч сила не хватает вчера ребят я видел там у одного из нашего наших сакаланов удочку легендарную 600 тира как бы гир скоро имеется виду так вот оказывается она выдается чисто за квесты прикиньте рыболовные она легендарная и 600 600 гс жестко на самом деле сдохну из такой и дальше ну что тут падает зелень ирония в том что здесь выпал молод 502 гир скоро вы понимаете я ходил на локацию где-то мобы 63 65 и прочее и там падает гирскор 500 и падал а пошел на локацию 51 60 и тут сразу выпал 502 гир скоро это тоже мало но все же наверху ничего не понимаю замок нарисован очень криво он в палатках или здесь ну ладно и столь важно а вот нужно пишут . сала влияет на добываемую рыбу связь вообще с ним мне кажется что она не так слабо есть бонусы неплохие если так подумать то и кирка слабо влияет на как бы добываемую руду по сути 4-й кирки или 5-й кирки смысл смысла большого нет добываете выроду там пять секунд или семь секунд погоды большой не сделал блин а также я прошел выходит задание на самом деле задание на повышение уровня они существуют напряжные там убить надо куча мобов ни одного сейчас небось появилось новое задание так дайте зыркнем это не то это экспедиция и все в город можно идти все это повышает убить кого-то мужика блин а непонятного и все так ладно я пробегу вообще будут просто залутать сумки ладно это не залутаю надолго будет лутаться он не убьет знаете я думаю что эта игра как ни крути может это продала себя в том плане что это лучшая на мой игра этого года точно а может даже нескольких годов да в ней есть косяки конечно бесспорно в ней есть и много косяков окне топор получше не есть косяки допустим хайн контент довольно в игре странный в том плане что это фарм гир скоро на самом деле и все если вы оформите что-то гир скоро я не знаю что делать просто удерживать замки она уходим даже сундуков нету есть в этом плане и городах по степа хенд контент у нее немножко подкачал осады тоже не всем зашли но тем не менее как видите она удерживает огромное количество людей то есть типа уже прошло больше двух недель после релиза в итоге в игре онлайн полмиллиона человек остался эти вот насчет рыбалки там еще спрашивал выбор зачем вообще рыбалка смысла с рыбалки а с рыбалки есть огромный смысл потому что рыбалка приносит во-первых сундуки можно выловить а сундуков ты получаешь как не крути платиновые слитки деньги там разные виды слитков потом есть легендарная рыба которая нужна для легендарных для легендарной кулинарии делать это еду крутую и по факту к ты ловишь рыбу ты получаешь рыбу которая разбирается на древесину ты получаешь рыбу которая разбирается на слитки то есть по факту рыбалки можно прокачивать все остальные навыки тоже неплохо как бы конечно там по времени занимает много а человек получил буду вас причем самом деле перк буду вас к это бага но и я вообще даже не смотрел ни на кого из врагов а получил ускорение мне кажется что на пвп ветка через буду вас это отличный способ добегать до хиллеров и убивать хиллеров прожимаешь банку на хосту в этой ветке с уроном когда у противника мало холсов получаешь ускорение бега ускорение урона и просто бежишь за хиллера и запины вы еще что я вот пытался в танка ветки к хиллеру пробраться это нереально те там догоняют и пачка избивают людей если тебе нужно как-то быстро как ассасину влетать с вкачаным уроном ну скажем с силой что было прокачено и чтоб ты был с топором этим скиллом буду вас там и там с пару тычек запинывать хиллера и убегать ну либо умирать он на эфир хиллера запинать так так все повышения проходят и дают кесту ведь мужика и все нет ребят но повышение проходит ну по сути частично да то есть там не мужика там повышение проходит иначе все остальные повышения проходили следующим образом а дают кесту ведь 10 мобов то убиваешь 10 мобов те тут ну ты типа не сдаешь на же квестом у тебя появляется другой квест убить из 10 мобов на той же локации но в другой точке убиваешь здесь снова в другой точке проходишь там дают задание убить кого то 1 моба приходишь убиваешь 1 моба и потом возвращаешься сдаешь квест то есть грубо говоря раньше косты были просто сериями там убить 10 10 там 10 либо 11 10 грубо говоря по сути все задания на повышение нужно было кого-то убивать я вообще не вижу смысла с этих заданий на повышение это по сути механика какая-то она глупая и 1 мистер дрова вообще такое не водил то есть она смысла не имеет это просто знаете и говорится палки в колеса и с нее смысла нет просто никакого я понимаю там знание какие-то были бы офигенные а там задания бредовые то есть просто ни о чем тебе нужно искать во первых мпс который даст этот квест а во вторых тебе надо как заниматься если бы просто бегать а я не успел так уходим весь этот финальный квест не нужно будет никуда бегать там еще доп квесты сдавать на повышение конечно можно взять фракционные вещи но мне честно говорят что фракционные вещи не сильно нравятся они первых низкого gear скоро там 530 и 520 тем более они стоят огромное количество репутации то есть я туре получше волью как сумок 5 тира и как бы подниму больше денег из по факту там на аукционе продают вещи 595 gear скоро конечно они паршивые в плане стат там типа и прочего но тем не менее я могу купить эти вещи там за деньги просто сделал в сумке через репутацию чем одевать какой-то говняный фракционный сет которые там ну там одна вещь стоит по 30 тысяч репутации при этом 520 gear скоро липец или 530 сдаем квест и надеюсь я смогу уже на самом деле этот квест который я сдаю это просто для галочки потому что если я не собираюсь покупать фракционный шмот как бы с этого места смысла никакого нет совершенно пользоваться на все команды вот видите мы покупать вещи эти последние я открыл полностью можно сапоги себе вот такие купить ну а допустим месяца погиб зеленый на 567 gear score то есть лучше а штанишки эти странички все это неплохие они по сути как мои ну 37000 вот такой а на мушкет 525 офигенная тема на самом деле вот у фракционной пушки последний бонус на 9 процентов больше урона может сказать от выстрелов легких либо тяжелых это очень хорошо то есть по 9 процентов увеличения урона можно другими другим словом перевести хотя скиллы не увеличивают урон ну шлем по факту могу уже купить шлем я думаю что я на аукционе могу найти более крутой шлем за эти деньги если учитывать репутацию на это типа не пол танк перчатки допустим могу купить уменьшение критов помню 535 перчатки кстати есть с откатом а вот меч 40000 видеть на самом деле эти вещи можно все спокойно могут обращаться взять кстати а вот очень это хороший старте перк уменьшение на 9 процентов меньше стамины за блок кстати это очень хорошая тема если я скрещу этот бонус вместе с бонусом на понижение урона от дальность стрелков и милишников это вообще будет шикарно степана сами бонусы неплохие на предметах появляются но я не вижу смысл столько отдавать репутацию за них а жест на рапире увеличенный урон есть а ну шлем для мы лучше моего самое интересное везде уменьшение отката кстати с одной стороны уменьшение отката чем хорошо для меня что я смогу себя отхиливать и вечно быть в стойке почти этого танка не танка скажем защитным увеличен защита там 8 секунд не работает или 9 от от 40 секунд если соберу такие вещи которые накидают почти там 15 процентов отката суммарно то плюс а у меня еще мой удар откат дает это будет очень неплохо такие фракционные шмотки они они не капец плохие но они и не с не топовые вот чем дело будь они хотя бы там близки к топу там 560 и 570 я бы реально качал а лучше купить вот такие вот штукенции три штуки и сделать сумки из них так ладно значит мы прокачали полностью репутацию в игре то есть по по репутации мы дошли до капа все это потолок а что можно было достичь в игре по репе а что касается за квеста еще тоже даже два киста это по идее на репу квесты тогда войны сколько два часа на самом деле сейчас просто добывать ресурсы да и красить доспехи чем и не хватало мне кажется кажись полинари какое не купите на дорогое на самом деле большая проблема это с покупкой всяких там ариха кое и прочего потому что а она очень тари халок очень дорогой сам по себе а где добывается больших количествах я не знаю если там вот сюда в город и посмотрим что вообще вокруг происходит на рад что именно перки здесь норм ну я согласен что тут перков очень много в мире и по факту тут билт вы должен состоять и только от гир скоро и от перков то есть по сути можешь даже собрать вещи 500 игр скоро с перками хорошими и быть сильнее чем парень допустим который на шару собирал вещи 500 гир скоро там или 530 гир скоро но при этом перки у него абы такие но надо учитывать что нафиг ну типа тебе перки там скажем нормальный на 500 игр скоро когда там есть 600 игр скор тебя проще наших сделать качнуть ремесло крафта брони и просто ка ты его качнешь клепать доспехи выбирая нужные перки как бы ветки выбора ну там можно вставлять специальные бонусы можешь там брать что предмет был нужен с нужными параметрами либо с перками выгоднее это закрасить хорошую вещь чем как бы и выбить ты сам видишь как вещи выпадают ладно пробегусь по территории мне нужно просто найти ребята рихал очень сильно потому что у меня куча железа уже есть на складах нам наверно на сотню слитков арехалка стали есть этих звездного металла а вот арехалка нет а хотя вру мне не только арехалки и звездный металл нужен полин 1 побегаем посмотрим что вообще в мире есть на этой территории ты бежит фракционки вижу так и был смысл с оружием ну на самом деле да может же я тоже себе куплю фракционное оружие и только по той причине что как бы я уже попросту не сильно качнул то есть по факту и бог знаете здесь походу не будет никаких ресурсов этим город я на разок сейчас куплю просто за деньги ареса и не буду париться выбор full откат полчаса на полет выбор полин давайте добежим просто по дороге overfall и как раз а пути посмотрим или есть перри халк самое обидное что если брать допустим 5 тира кожу она делает с айронхайда айронхайд стоит копейки ну как копейки он вообще почти нефига не стоит его просто задаром отдают а айронхайд стоит 0 0 1 0 2 копейки за штуку сами понимаете что это вообще типа смешно 0 0 1 копейка это мог дает по 7 по по 10 копеек там каждый может 5 каждый 6 и за эти деньги которые получили с одного моба вы можете купить в районе 700 айронхайда а ари халк дорогой ари халк стоит одна штука там что в районе 3 копеек или 5 копеек причем очень дорогой ну кому короче ребят нужно броня и стона на серваке а то я могу вам сделать меня видите навык прокачивать просто смотрите если видеть чтобы вам выпало там броня 505 510 гера просто приносите вещи т5 типа не только основу то море халк опять они сети еще и т5 вторички чтоб шанс ну можно конечно не брать не т5 можно там брать это т3 т4 ну правда там зеленые фиолетовые они тоже неплохо повышают качество вещей наверно даже лучше чем т5 но в итоге просто смогу вам сделать какие-то вещи с нужными параметрами то есть я могу вам даже параметр подстроить там консту силу либо силу консту к я вам нужно неважно там у вас ну типа сталь кожа или ткань я делаю все сами деле там мои доспехи выходили на ауки по 300 голды опять же это невыгодно я убыток работаю но тем не менее она вы прокачиваю эроте мосты щеколаду или клады еще не орехалок мне нужен чертов орехалок красная руда я просто конечно можно карту открыть там где показывают точки но я пробегусь уже в городу и может по пути на еду она довольно такие заметные прям сияет да ты видишь а секундочку а чё паришь у меня же навык поиска орехалка должен быть в том плане что у меня навык майнинга 200 а на 200 уровне майнинга открывается трекинг ну типа отслеживания орехалка 1 грибы не будем собирать короче надо найти какой-то способ ребят найти имбовый а когда вот осел идет у него морковка перед найти ну там не важно морковка ли какая-то еда перед носом и он идет за ней пытается ее короче получить вот для перка буду вас не то же самое мне нужно повесить какого-то кролика перед лицом чтобы я вечно ускорялся уже парни по идее пробегали по что смотрю грибы собраны сверчки собраны сомневекся по этой территории я редко вообще ходил я тут плохо знаю местность ты не знаю где одно место с этим орехалка ну ладно я уже не буду за ней пойти я просто проще сделаю я посмотрел все сцены в городе может они упали немного надо будет на будущее посмотреть что стоит банка с хостой сейчас разглянем что стоит банка с хостой это специально для того чтобы знать или есть смысл покупать банка с хостой и бегать по карте там лутать вещи накрасно эти вот моды которых там парни вы говорите что якобы трудно собирать моды да вот нифига такого вот смотрите два мода собрал вот третий будет час пой вот это будет третий ирт мод вон еще водный мод вот еще молд вот еще один вот 6 ирт мода вот сейчас будет лайф моды вот там еще water там еще один water на самом деле их дофига просто набегать их собирать я лично их чувствую игнорю скипаем также мне кажется что аркан сам по себе аркану легко качать то есть я думаю что аркана наверное из по прокачке по сложности из всех профессий не считая одну добывающих и перерабатывающих по сложности наверное старая самая легкая кулинарка а потом по идее аркана идет что инженер качается довольно напряжно оружейка и броня тоже напряжена довольно качается хотя оружейка проще чем брони что часто на доске заданий а крестов под вэп он смит больше чем под армор смит наш саклан бегает почти в городе сейчас как раз посмотрим на цену ну железо железо это заберем расшат этой локи полно этой руды правда вылит их ты понимаешь что если перешла что-то тулоку бить или так ты по сути самых будешь бить лего полчаса либо тебе нужно будет помогали если вы парни помогать я думаю что они не просто так будет бить или так на тоже нужна руда а если будешь счетом по очереди делиться той рудой то смысла нет никакого такой добычи и старта добывалась с обычных мобов это было бы хорошо что мне на самом деле она нужна в больших количествах конечно вообще-то я могу забить на орехалок и делать звездный ниш я прокачиваю навык по сути для прокачки ему делать предметы со звездного металла просто не со звездного металла жаба душит делать вещи из-за того что эти вещи я по сути не продам по нормальной цене а вот вещи со звездного металла я могу не только продать это же счетом если прокнет хорошо себе одеть поэтому орехалк более получше для меня давайте на аукцион пойдем и знаю как как кого какие города являются самыми такими популярными торговыми местами маска everfall самый такой топ город где все товары можно достать если они есть на продаже это в этом городе зачастую так давайте разберемся чалки оружие есть по гирскору самые крутые на продажу может что-то достанем посмотрите 2000 монет стоит винтовка 560 гирскора вот вообще есть за 1000 монет так винтовка растет интеллект это не очень хорошо посох на хил вот топор допустим топор неплох только декстерите на самом деле лишние копира рапира очень много рапир но этот топор тоже неплохо если бы еще фокуса там не было фокус лишний вот смотрите 99 копеек стоит гирскор 528 вместо лопаты могу взять 99 копеек это серьезно я куплю этот топор вместо своей лопаты хотя по урону не сильно то лучше но по факту она лучше тем что у него бонус хороший одену пока что свой топор а закину лопату как память закину ее на склад главное не поломать а мушкет и перчатки ломаем эти перчи на поломку мушкет на поломку молот я думаю тоже ломаем топор оставим на метание щит ломаем так вот эти топор получил себе 100 копеек стоит что такое 100 копеек 100 копеек это как бы продать там 200 железа которая добывается там за минут пять так что еще можно поискать давайте посмотрим ртф лопате лопата на базе рёт и как бы просто бегать с лопатой сейчас не буду так ладно тут по сути больше ничего полезного мы не найдем там уже низкий гирскор а бронька ну на самом деле вот видите броня высокого гира как я и говорил она есть но она вся дерьмовая в том плане что она медиум или легкая то есть медиум может медиум и неплохо но и я бы хотел тяжелую броньку за погибли так у меня сейчас тяжелые куплены их купил там за копейки тоже по всей видимости мы ничего хорошие не выводим давайте посмотрим амулеты может это амулета хорошие есть ну такое все тоже такое себе чисто амулет на стинг ооо хотя не я думал там дает 8 процентов хелсов а он дает типа увеличенный урон отходящего сми урона ахилл отходящего лечения с одной стороны это неплохо конечно особенно когда тебя под хиллером держат это очень даже неплохо но тут еще и манна амана вообще бесполезная а стоит дорого такой амулет нет тут нечет я думаю хорошего и такого не отыщу это факт и не хочется брать 500 игр хочется 600 и что ближе к 600 он дайте посмотрим а лучшие ресурсы которые можно для красота нам нужны пока не стоят и это больше интересует а так это не то это сырые ресурсы мне нужно руда пока хотя подешевела довольно но все равно долго дорого почти тысячу копеек отдавать за 700 руды ну такой оси так star metal это же подорожал на самом деле star metal но он виндзорде очень дешевый надо будет виндзорд слетать купить наверное я вбрать воде вы даже больше ладно что я думаю ребятки в общем тут уже по факту сейчас пойдем время слову ходить я думаю это будет не очень интересно а смотреть как там за крафт и прочее 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 там тем более это беготня фарм собирательства сегодня мы сбегали с вами на верхней территории посмотрели что происходит сверху а что там за скажем враги вообще бродят что примерно падают с обычных новов если смысл там вообще фармить мне кажется что он фармит только группа есть смысл соло там ничего не вы видите себе хорошего интересного на этом стрим подходит концу всем спасибо за просмотр всем спасибо за поддержку кто был сегодня увидимся уже с вами я думаю завтра надеюсь будет там уже войны за территорией там будет поинтереснее